В клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации в поселке Горбольницы продолжается капитальный ремонт седьмого и технического этажей. В первую очередь обновленные помещения будут предназначены для операционных, которые переедут из хирургического корпуса на улице Маршала Бирюзова в Одинцове. На объекте задействованы 26 человек и одна единица спецтехники. Дата окончания монтажных работ – 25 декабря. В сегодняшний день проведены и демонтажные работы, и смонтированные системы водоснабжения, водоотведения, вентиляции, электроснабжения. Общий процент выполнения – 82%. Глава округа подчеркнул, что на выполнение всех работ у строителей остаются считанные дни и дал поручение профильным заместителям направить официальное письмо в Министерство здравоохранения с предложениями по оптимизации процесса. Количество рабочих нужно увеличить, то на сколько, исходя из нашего опыта. Если нужна какая-то дополнительная техника и материалы, то, соответственно, тоже давайте такие рекомендации или наше видение, вопросы обязательно озвучим. Прошу сегодня тогда подготовить обращение на министра. Есть дело. Зажигаем красную лампочку. Также на совещании руководителя муниципалитета обсудили перебои с отоплением в палатах медучреждений и обращение жителей поселка на низкую температуру в квартирах. Замглавы Михаил Каратаев проинформировал, что больницу и близлежащие дома питает котельная 1974 года постройки, и оборудование на ней порядком износилось. На сегодняшний день сама котельная, как здание, находится в достаточно хорошем состоянии, но котлоагрегаты все три требуют либо замены, либо капитального ремонта. На сегодняшний день достигнута договоренность с российским заводом тепловых агрегатов. Детали на замену готовят индивидуально для котельной поселка горбольницы номер 45. И до конца января 2023 года планируют полностью завершить монтаж нового оборудования. Итого у нас до 15 января произойдет поставка, монтаж и запуск одного котла, а с 15 по 30 января, значит, второго котла, тоже по такой же технологии. Получим, установим и запустим. Итого у нас в январе полноценно действующие с новыми котлами котельные. Ответственные службы также отметили, что до полной модернизации объекта для страховки будет работать блочно-модульная котельная. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».